МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть страны и народы, чье партнерство на современном этапе называют показателем в глобальной архитектуре мирохозяйственных связей. Пример подобного эффективного, взаимовыгодного сотрудничества Узбекистан и Республика Корея. Благодаря открытому доверительному диалогу, политической воле лидеров наших стран за последние годы уровень взаимодействия поднят до особого стратегического партнерства. И каждый визит на высшем уровне – это своего рода новый этап на дистанции последовательного совместного роста по направлениям экономики, торговли, инноваций, инвестиций, цифрового развития в культурно-гуманитарном измерении. В ноябре 2017 года Шавкат Мерзиёев совершил первый государственный визит в Республику Корея. В апреле 2019-го состоялся ответный визит президента Мунджаина в Узбекистан, в рамках которого была принята совместная декларация об особом стратегическом партнерстве. Ряд новых актуальных инициатив по дальнейшей активизации связей был озвучен лидерами в ходе онлайн-саммита в январе 2021 года. Во второй день визита президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев посетил Сеульское национальное кладбище и отдал дань уважения памяти героев. Здесь захоронены павшие за свободу и независимость Кореи, а также государственные и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. По традиции главы иностранных государств посещают мемориальный комплекс в знак уважения корейского народа. Шавкат Мерзиёев вместе с супругой возложил венок к мемориалу и оставил памятную табличку, которая в дальнейшем будет выставлена в музее комплекса. Главный шоу государства оставил запись к книге почетных гостей. Затем в резиденции президента республики Корея Чонг-Ва-Тэ в городе Сеуле состоялась торжественная церемония официальной встречи президента республики Узбекистан. Каждая деталь церемониала подчеркивала значимость момента. В честь высокого гостя и его супруги был выстроен строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны двух стран. Каждая деталь церемония В торжественной церемонии воплотились древняя история и яркая современность страны утренней свежести. Каждая деталь церемония Затем главы государств провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран. Шавкат Мерзиоев и Мунжи Ин обсудили весь спектр вопросов дальнейшего углубления особого стратегического партнерства. Уважаемый господин Мунжи Ин, мой брат, уважаемые члены делегации, очень рад нашей встрече, благодарю за ваше приглашение посетить прекрасную Корею с государственным визитом и оказываемый традиционно радушный и очень теплый прием. Погода у нас холодная, но прием и душа нашего братья очень теплая, мы это чувствуем в минуты пробывания на корейской земле. Находясь здесь в окружении наших корейских друзей, мы чувствуем себя как дома, от всего сердца выражая вам и всему корейскому братскому народу свое искреннее уважение. Мы особо тепло относимся к вашей стране и корейскому народу. У нас схожий менталитет, традиции и нравственные ценности. Искренне рады, что Корея успешно продалевает последствия пандемии, показывая самое быстрое восстановление экономики среди стран большой двадцатки. Реализация вашего нового курса позволила укрепить лидирующую позиции страны в области высоких технологий, цифровизации, инновационного и зеленого развития. Раскрыт огромный интеллектуальный потенциал талантливого корейского народа. Узбекистан неизменно поддерживает ваши усилия и позиции по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове. Приветствуем ваши инициативы на Генеральной Ассамблее ООН о скорейшем объявлении окончания Корейской войны. Готовы к развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках новой северной политики. Примите поздравления в связи успешного проведения второго саммита P4G. Его итоги вновь подтвердили высокий международный авторитет и ведущую роль Кореи в борьбе с изменением климата. Это уже четвертая наша встреча. Я очень ценю ваш личный вклад в укрепление отношений дружбы и многопланового сотрудничества. Большой теплотой вспоминаю ваш исторический визит в Узбекистан в апреле 2019 года. Тогда наши страны стали особыми стратегическими партнерами. Пользуясь случаем хочу еще раз поблагодарить вас и братский корейский народ за большую помощь, оказанную в самый сложный период борьбы с пандемией. Все наши договоренности реализуются в полном объеме. За последние годы взаимный товарооборот и количество совместных предприятий увеличилось почти в два раза. Объем накопленных корейских инвестиций в экономике Узбекистана превышает более 7 миллиардов долларов. Мы серьезно продвинулись в сфере здравоохранения до школьного и высшего образования. С прошлого года в Таштенте действует многопрофильная детская клиника. Первый совместный крупный проект в области медицины. Рядом возводим уникальный медицинский кластер, который будет включать клинику для взрослых. Я вам место показывал, мы с вами это одобряли. Клиника для взрослых, онкологический центр и медицинский университет. Еще один пример. В нашей стране уже создано 5 филиалов ведущих корейских вузов. А 4 из них после нашей встречи. Хотел бы также искренне поблагодарить вас и братский корейский народ за большой подарок открытия памятника великому мыслителю и поэту великому Алишера Наваи в городе Сеуле. Мы рассматриваем нынешний визит в Корею как логическое продолжение нашего интенсивного диалога и как хорошую возможность обстоятельно обсудить состояние, определить перспективы расширения узбекско-корейского многогранного сотрудничества. Благодарю вас. Приветствую уважаемого президента Шавката Мирзиёева, моего брата и всех членов делегации. Добро пожаловать в Сеул. Хорошо помню, как мы с вами провели переговоры в режиме ВКС в январе этого года. Это была для меня первая открывающая этот год встреча на высшем уровне. А сегодня мы с вами уже встречаемся очно, проводя уходящий год. Так что особо приятно именно с вами начать и завершить мое дипломатическое расписание этого года. Хочу вас поздравить с убедительной победой на президентских выборах в октябре этого года. Это доказательство, что народ Узбекистана высоко оценивает и поддерживает вашу политику социально-экономических реформ внутри страны и внешнеполитический курс. Вы уверенно двигаетесь вперед. Есть результаты. И вы обязательно поднимете Узбекистан на новый уровень. Корея и Узбекистан являются особыми стратегическими партнерами. Совместными усилиями осуществляются различные проекты, такие как производство сельхозоборудования, энергетика, строительство заводов и электростанций и другие. Также на данный момент 910 корейских компаний работают в Узбекистане в таких сферах, как производство автозапчастей и электронных товаров, телекоммуникации и финансы. Переговорный процесс по заключению соглашения об устойчивом торгово-экономическом партнерстве идет стабильно. В рамках вашего визита будет подписан ряд важных документов, что станет основой дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества в таких областях, как общественное здравоохранение, энергетика, редкие металлы и другие. Мы готовы взяться за руки с Узбекистаном, реагируя на глобальные изменения климата. Развивать сотрудничество в таких перспективных направлениях, как создание умных городов, смарт-фирмы, ИКТ и производство электромобилей. В наступающем новом году нас ожидает 30-летний юбилей установления дипломатических отношений. Надеюсь, в новом году вместе откроем новые 30 лет совместного процветания. В ходе переговоров лидер Узбекистана особо подчеркнул, что сегодня само время требует от нас пересмотра приоритетов практического партнерства на долгосрочную перспективу. Сотрудничество двух стран должно в полной мере отвечать на современные вызовы глобальной экономики. Президент Узбекистана выделил три основные направления ближайшей повестки. Зеленое развитие, цифровизация и укрепление системы социальной защиты. Все перспективные совместные проекты, программы и планы действий предложено рассматривать через призму этих главных приоритетов. Президент Шавкат Мерзиоев особо отметил, что объединив человеческий капитал и природные ресурсы Узбекистана с передовыми технологиями и знаниями Республики Корея можно создать хорошую основу для развития производства, востребованной на мировом рынке продукции. В связи с этим глава нашего государства предложил создать с привлечением фонда содействия экономическому развитию узбекско-корейский кластер по производству полупроведников и электроники в Ташкентской области. На его территории разместятся научно-образовательные учреждения, центры исследований и разработок в области передовых технологий. Стороны выразили обоюдное намерение всемирно поощрять и развивать деятельность совместно созданных в нашей стране текстильного технопарка и центра сельхозмашиностроения. Для Узбекистана практический интерес представляет достижения Кореи в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, умных городов, аутсорсинга, нового поколения связей и интернет-технологий. Наши страны серьезно продвинулись в серых здравоохранения, дошкольного и высшего образования. Корейская модель образования является одной из лучших в мире. Именно поэтому в нашей стране полностью реформировали систему дошкольного образования на основе передового опыта и знаний партнеров из Кореи. Президент Узбекистана подчеркнул важность развития инновационного сотрудничества между университетами и предложил создать постоянную площадку для их регулярного диалога, провести в следующем году форум ректоров вузов двух стран. В ходе переговоров отмечалось, что одним из локомотивов экономического роста в постпадемический период может стать туристическая отрасль. Узбекистан будет поддерживать участие корейских компаний в проектах по строительству гостиниц и инфраструктуры. В следующем году наши страны будут праздновать 30-летие со дня установления дипломатических отношений и 85-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане. Лидерам нашей страны предложено объявить 2022 год годом взаимных обменов между Узбекистаном и Республикой Корея, реализовать проект по организации Музея истории корейцев, а также библиотеки при Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте. Состоялся также обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки. Президент Шавкат Мерзиоев высоко оценил растущую роль форума Республика Корея и Центральная Азия в содействии устойчивому развитию нашего региона. Лидер Узбекистана предложил внедрить новые эффективные механизмы диалога на уровне парламентов и правительств в целях продвижения перспективных проектов и программ взаимовыгодного сотрудничества. После плодотворных переговоров глав государств состоялась церемония подписания двухсторонних документов. Президент Шавкат Мерзиоев и президент Мун Джей Ин приняли совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея. В присутствии лидеров двух стран подписано более десяти документов, включая межправительственное соглашение в области здравоохранения, программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы, программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы, а также меморандумы о налаживании диалога в сфере энергетики, о сотрудничестве по развитию умных городов, о финансировании по линии фонда содействия экономическому развитию, о сотрудничестве в области редких металлов, меди и их сплавов. Переговоры в Сеуле в резиденции Чонг-Ваде более чем впечатляют. Их называют историческими. Ведь подписан солидный пакет документов и обозначены конкретные механизмы по дальнейшему углублению особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Республикой Корея. Руководитель нашей страны обозначил конкретные целевые ориентиры на ближайшую перспективу. Это продвижение зеленого развития, цифровизация, внедрение механизмов социальной поддержки и многое другое, что обеспечит дальнейший прогресс наших стран и народов. В этот же день в Сеуле на полях государственного визита состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мерзиёева со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бёнсок. В ходе беседы с удовлетворением отмечено всестороннее развитие отношений особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея, которому придан новый мощный импульс в рамках нынешнего визита президента Узбекистана. Активно осуществляется продуктивный политический диалог и контакты на различных уровнях, в том числе по направлению межпарламентского сотрудничества. Важную роль в углублении узбекско-корейских отношений играют межпарламентские группы дружбы. В июне текущего года состоялась их онлайн-встреча. Продолжается обмен опытом по вопросам законотворчества, реформ в сфере государственного управления, гражданского общества, гендерных вопросов образования и регионального развития. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по дальнейшей активизации узбекско-корейского сотрудничества. Спикер Национальной ассамблеи выразил готовность корейской стороны расширять обмен опытом, в том числе содействовать в вопросах внедрения механизмов электронного парламента в Узбекистане. Корейские парламентарии подтвердили свое участие в саммите женщин-спикеров парламентов стран мира, который состоится в следующем году в Ташкенте. Также поддержана инициатива о запуске новых институциональных механизмов продвижения совместных программ и проектов. Подтверждено взаимное стремление к продолжению тесного диалога в рамках форума сотрудничества Республики Корея и Центральная Азия. Пак Бюнцок отметил, что предстоящие в 2022 году мероприятия по широкому празднованию исторических дат, 30-летие установления дипломатических отношений и 85-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане послужат дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами. Стороны подчеркнули важность установления эффективного парламентского контроля за выполнением договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Представители парламента в двух стран заверили, что для этого будут приложены все усилия и возможности. Развитие межпарламентского диалога – это лишь одна из строчек общей насыщенной повестки нынешнего государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Республику Корея. Сквозь все диалоги, в том числе на самом высоком уровне, поступает самое главное стремление наращивать связи, реализовывать масштабные совместные проекты в интересах двух стран и народов. Станислав Баграмов, Зенедин, Рахим Куджаев. Специально для программы Новости 24. Сеул.